Сайты социально ориентированных НКО, помогающих в том числе беженцам и семьям мобилизованных, все чаще атакуют хакеры. Деньги на установку защитных информационных систем есть далеко не у всех некоммерческих организаций. Поэтому проблему решит государство. 23 января депутатами Госдумы внесен законопроект, который, я уверена, будет принят очень быстро. И теперь органы государственной власти смогут помогать некоммерческим организациям следить за своей цифровой безопасностью, вплоть до предоставления бесплатных серверов, потому что у очень многих НКО есть базы данных с личными данными тех людей, которые обращаются за помощью, есть определенные документы оборот. Недавно Госдума приняла поправки в законодательство, освобождающие волонтеров от оплат НДФЛ с компенсацией расходов на проезд и связь. На встрече с руководителями благотворительных организаций в ЗАГС-собрании обсуждали дополнительные меры поддержки для развития НКО. Ведь общественники всегда первыми приходят на помощь. И не только в вопросах, связанных с СВО. Тут и лечение тяжелобольных детей, и поддержка сирот и людей с ограничениями здоровья. Системно решить какие-то проблемы может только власть. И, соответственно, нам очень важно общаться в том числе с законодательной властью, для того, чтобы информировать их о том, что происходит, вносить предложения, предлагать правки, для того, чтобы эти проблемы решались системно. Потому что никаких денег благотворительных в мире не хватит, чтобы одни и те же проблемы решать из года в год. Главная задача благотворительных организаций – адресная помощь. Крупнейший в стране РУСФОНД закупает для беженцев лекарства и оборудование для лежачих больных. Оперативно приобретал для больницы все необходимое, в том числе и для пациентов с ожогами. Не всегда органы власти могут оказать ту помощь, которая нужна человеку в силу законодательных рамок, каких-то имущественных препятствий и других обстоятельств. И вот в таких случаях на помощь приходят благотворительные фонды, организации. И поэтому наше взаимодействие, наш контакт помогают решить максимум проблем наших избирателей. Депутаты, в свою очередь, помогают благотворителям в сборе средств, в предоставлении помещений и многом другом. А по результатам этого круглого стола более активно станет информационная поддержка. Ведь предприниматели и неравнодушные люди не всегда знают, куда обращаться, чтобы помочь нуждающимся, и какие налоговые льготы при этом можно получить. Дарья Гаркова, Мария Индрикова, Виталий Ступаков, Первый Ростовский.